Всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка посылочки из Китая. И это у нас велофонарик Lumintop B-00. Открываем. Упаковочка, конечно, такая интересная, такого экологического цвета. Почему экологического? Потому что обычно переработанный картон имеет именно такой цвет. Итак, что у нас входит в комплект? Сама фара. Она вот так вот относительно легко снимается, но я думаю, выпадать из велосипеда на кочках она не будет. И плюс еще к ней идет вот такой вот кронштейн, который имеет очень широкий диапазон регулировок. То есть, если у вас, допустим, какой-нибудь шоссейник или гревел, на руле которого намотана обмотка, то я думаю, он без проблем его охватит. Или, допустим, у вас обыкновенный городской велосипед с рулем 22.5, то он также без проблем будет держаться на этом руле. Какие-то уплотнительные дополнительные резинки здесь я не вижу, по крайней мере, в коробочке. Но если что, можно отрезать кусочек от старой камеры и подложить под ней, для того, чтобы кронштейн лучше держался за голый руль. Также здесь имеется вот такой вот страп с такой регулировочкой, для того, чтобы фонар не выпадал из рук, если вы где-то идете в походе и случайно спотыкались, чтобы он не выпадал из вашей руки. Так, секундочку. Так, дальше. USB кабель для зарядки, и, кстати, он на USB Type-C, а не microUSB, как обычно бывают в подобной технике. И также вот такие уплотнительные резинки, я думаю, под отсек для аккумулятора, для того, чтобы туда ничего не протекало. Да, здесь имеется такой паз, не знаю, на камере его видно или нет, постараюсь приблизить. Вот такой вот пазик имеется, давайте поставим вот данную вот резиночку. А, здесь уже стоит резиночка. А сама резиночка, про которую я говорил, которая уже заранее установлена, она вот здесь. Вот это вот. Вот, вот. Вот она. Это замечательно, что китайцы немножко позаботились. И такое вот колечко металлическое, я думаю, для того, чтобы прикрепить данный страп за фонарь. Вот так вот. Так, далее. Данный фонарь, кстати, рассчитан под 21700 аккумуляторы. Но с использованием адаптера под 18650 аккумуляторы, который идет, кстати, в комплекте, он был внутри фонарика. Можно использовать вот такие вот 18650 аккумуляторы. Не пугайтесь внешнего вида данного аккумулятора, потому что он сняется с аккумулятора ноутбука. Поэтому просто вставляем адаптер, вставляем аккумулятор и закрываем. И вот. Загорелась зеленая лампочка. Это, как я понимаю, индикатор заряда аккумулятора. А если он красный, то это означает, что пора бы зарядить аккумулятор. Или его просто поменять. Производитель заявляет, что данный фонарь от аккумулятора формата 21700 может работать до 204 часов в самом минимальном варианте освещения. То есть вы где-то сидите в палатке, хотите создать какие-то интимные условия, вы включаете на самый минимальный уровень. И опять же, по 21700 аккумулятор может работать до 11 часов в режиме слабого освещения. А в режиме хорошего освещения он может работать до 5 часов. А в турбо режиме он может кратковременно включаться на протяжении 6 минут. И дальше остается у вас заряд аккумулятора на 3 часа 55 минут в режиме сильного освещения. Я вот так вот понимаю. Ну и естественно на аккумуляторе 18650, который на 3400 мАч, все эти показатели делятся практически на 2. А если использовать такой аккумулятор, который я сюда вставил на 1400 мАч, то надо поделить еще раз на 2. То есть в самом адекватном режиме, это средний режим освещения на 260 люминов, это 11 на 4, около 2,5 часов. В принципе, в принципе, в принципе достаточно. Всю ночь, я думаю, никто ездить не будет. Но только если ты не хардкорный какой-нибудь велосипедист. Кем я не являюсь. Ну и здесь есть тоже режим стробоскопа и режим SOS. Спасите наши души. Так. Значит, как работает данный фонарь. Нажимаем один раз. Включается режим минимального освещения. Второй раз нажимаем. Режим среднего освещения. Я думаю, на этом режиме буду постоянно кататься в городе. А если совсем плохо видно, то можно включить режим высокого освещения. Турбо-режим. Как его включать? Мне очень интересно. Так, что здесь в мануале пишут? Так, понимаю, конечно, что мануал для слабаков. Но все-таки. Так, турбо-режим. Когда фонарь включен, нажимайте быстро два раза, чтобы включить турбо-режим. Еще раз нажимать, чтобы вернуть к предыдущему режиму. Так, два раза нажимаем. А если уж совсем ничего не видно, то можно включить турбо-режим, нажимая два раза на кнопочку. А чтобы его выключить, нажимаем только один раз. Здесь также есть режим стробоскопа. Здесь также есть режим стробоскопа. Он включается долгим нажатием на кнопочку включения на протяжении двух секунд. Он, как видно, немножко раздражает. Есть режим SOS. Спасайте наши души. Спасайте наши души. Итак, давайте поставим на велосипед и посмотрим, как этот фонарь ведет себя в реальных условиях. Итак, устанавливаем фару. Ну что ж, погнали испытывать. На среднем режиме оно выглядит так. А когда совсем темно в лесу, на минимальном режиме оно выглядит так. На самом деле оно немножко видно, но надо напрягать свое зрение немножко. Кстати, когда садится аккумулятор, то фонарь автоматически переключается на самый минимальный режим. Средний режим на 260 люминов. Высокий на заявленные 550 люминов. Но мне кажется, здесь похоже на 400. Если целиться далеко, оно выглядит примерно так. Но заметьте, на улице еще немножко светло, поэтому может ночью будет еще лучше видно. Ну и турборежим на 650 люминов. В смысле 800 люминов. В смысле 850. В смысле 900. Заявленных. И тут сел аккумулятор. Осталось рассказать вам про то, что может сберечь вам вашу карму. Это СТГ. Светотеневая граница. Это то, что позволяет вам сохранить свою совесть чисто и перед остальными участниками дорожного движения. А это, если включать фонарь. Как заметно, фонарь мы держим горизонтально. И он светит только ниже условной линии горизонта. И наличие данной светотеневой границы позволяет вам не ослеплять участников дорожного движения, которые идут или едут напротив вас. Таким образом, вы видите дорогу перед собой. А тот, кто идет или едет напротив вас, будет знать, как вас объехать или обойти. Так что, опять же, если вы катаетесь только по городу, то наличие светотеневой границы в велофонаре является обязательным атрибутом. И то, что луч не такой широкий, как на автомобильной фаре или на мотоциклетной фаре, то здесь ничего страшного. Сильно широкий луч не нужен. Поэтому, если посмотреть на этот фонарь в аспекте велосипедной езды по городу, то он просто отличный девайс. Вот такие дела. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, посмотрите другие видео в канале. Всем огромной-огромной удачи, хороших покупок и мирного неба над головой. Пока!